Погода в этой квартире почти лондонская. Дождец незавидной периодичности. Почти каждую неделю. Вот с этой люстры течет струей периодически. Лампы горят. Вот посмотрите сюда. Вот антресоли. Там провисший даже потолок. За погоду, точнее не погоду в квартире Элеоноры ответственна соседка с пятого этажа. Страдает и соседняя квартира. Через панель угол. Вон там, где шкафчик, угол. А здесь вообще ниша. Мы заклеили картинкой, чтобы не так было видно. Тазик стоит здесь 26 лет. Столько, сколько мы здесь живем. По одежде течет, по всему. А бывают такие случаи, что мы подставляли выворку. Однако понять причину регулярных потопов ни соседки, ни местный ЖЭК не могут. Женщина с пятого этажа в последнее время никому не открывает дверь. Хотя и при встрече конструктивных диалогов не получалось. Когда я поднимаюсь туда во время залива, это бывает часто в праздники, ночью, рано утром, вечером. Там вот до последний год, там молчание за дверью. Также она реагирует на приходы всех ЖЭКовских работников. Не открывает и молчит. И сейчас она дома. До этого всегда были оскорбления, проклятия, очень грязные страшные маты. Ремонт в ванной комнате только за этот год приходилось делать три раза. Что делать дальше и как бороться с непогодой в своих квартирах, соседки не знают. С просьбой о помощи они обратились в партию Родина. ЖЭК, несмотря ни на что, свои функции выполнил. Были составлены акты по каждому последующему заливу с периодичностью в недельной размере эти заливы были, происходили. Так как доступа в квартиру нет, было предписание выписано администрации на штраф, но я не знаю, был оплачен штраф, не был оплачен штраф. Впоследствующем представители ЖКС Черемушки предложили людям обратиться в суд. Работники местного ЖКСа уверяют, что в запасе еще осталось несколько законных методов повлиять на нелюдимую соседку. Однако, если они не помогут, то все-таки придется решать дело в суде.